всем привет хотите блюдо за 5 минут этот рецепт для тех кто устал готовить повседневную еду для тех кто хочет попробовать чего-то нового но не всегда полезного и это для тех у кого гости на пороге интересно поехали сперва поставьте 3 яйца вариться на огне углом нарежем багет ширина примерно полтора пальца на разогретую сковородку добавляем немного растительного масла и сливочного сливочное сразу распределяем на всей поверхности для чего мы добавляем и сливочное растительное масло кто знает пишите комментарии начинаем обжаривать наши гренки обжарила я примерно полторы-две минуты получилось вот такая вот золотистая корочка прекрасно теперь мы сразу готовим тарелку для выдачи нам не нужно абсолютно жарить с двух сторон нашу закусочку яйца сварили вкрутую очистим их от кожуры берем наше яйцо и натираем на мелкую терку убираем два зубчика чеснока таких средних по размеру добавим одну столовую ложку майонеза знаете это именно тот случай когда можно скушать неполезную еду порой я думаю часто каждый из вас позволяет себе это иногда делать а если вы этого себе не позволяете напишите в комментариях мне очень интересно кто из вас позволяет а кто не дает своему организму вот таких вот вкусняшек делаем с помощью ложки вот такие небольшие кнели и отправляем их на наши обжаренные бутербродики только с одной стороны а теперь всю эту красоту мы присыпем свежей зеленью кстати моя мама ставила на эту закуску сверху зеленый лучок то есть это хороший такой момент если вы любите зеленый лук то можете его добавлять не знаю как кинза будет не знаю как она будет сочетаться с этим блюдом именно с этой закуской но прям укроп и зеленый лук я считаю это лучшее сочетание ребят пишите то что вы думаете по поводу зелени какую бы вы добавили ваше здоровье потрясающе на самом деле я практически перенесла знаете в детство когда мама готовила на стол когда собирались гости это была моя любимая закуска бутерброд с красной икрой и вот такая закуска очень быстрая легкая чесночная яичная закуска которая просто восхитительно ребят вам приятного аппетита я желаю вам всего самого наилучшего спасибо вам что остаетесь со мной что смотрите меня до конца всем хорошем настроении и пока